Сегодня во Дворце правосудия, в апелляционной инстанции, коллегия судей Свердловского областного суда под председательством Александра Андреева вынесла приговор, можно сказать очередной приговор, хочется надеяться, что последний, окончательный приговор печально известному бухому автоубийце Владимиру Васильеву, который убил в автозамесе двух человек еще аж в августе 2019 года. То есть следствие и суд длятся уже почти два с половиной года, и это, пожалуй, самый длинный судебный процесс по смертельному ДТП в наших широтах. Но сегодня все кончилось. Наверное. Напомню, хотя мы эту фабулу рассказывали неоднократно, а сегодня каратенечко напомню, что 4 августа 2019 года Васильев со своими корешами всю ночь бухал в квартире на ЖБИ. А утром в шестом часу Васильев взял ключи от Киа Рио у своего приятеля, ну теперь уж, видимо, бывшего приятеля Никиты Фомина, и вместе с хозяином жилища Глебом Березкиным Васильев поехал к себе домой за добавкой пойла, ибо алкоголь в Екатеринбурге начинают продавать с 7 часов утра. Бухой пилот гнал по Малышево под соточку, на кольце возле центральной гостиницы выскочил навстречу, и в итоге на перекрестке Малышево-Московская Киа Рио влетела в такси на базе Лады Гранты, стоявшего на светофоре, ну еще до кучи в три тачки. В таксишке погибли два человека, пилот и пассажир, ехавшие из аэропорта домой. У обоих остались малые дети. Васильев и Березкин в замесе травмировались. Их увезли в 24-ю больницу, где у пилота Васильева взяли мочу на анализ, и он показал, что рулевой был трезв. Однако, судя по внешнему виду, в момент ДТП Васильев был явно под чем-то. Исследователь проявил настойчивость и даже дотошность, провел генетическую экспертизу мочи, и выяснилось, что в 24-й клинике анализ за Владимира Васильева написал в баночку его папка, полковник Росгвардии Андрей Васильев. И стало понятно, что раз Васильев-младший умышленно отказался сдавать мочу, значит ему было что скрывать, то есть он был нашвырен. И потому следствие вменило ему 264-ю часть 6-ю УК, пьяное двойное автоубийство, а это до 15 лет зоны, в пиковом случае. Плюс еще 166-ю УК, автоугон. Ибо хозяин Киарио Никита Фомин обвинил Васильева именно в угоне, дескать он ему ключи от болида сам не отдавал. Ну а в противном случае Фомину пришлось бы административно отвечать за передачу машины бухому человеку. Долго играющий судебный процесс над Владимиром Васильевым стартовал после трех карантинных отсрочек 11 августа 2020 года в Ленинском федеральном районном суде. 10 марта прошлого года судья вынес приговор Васильеву по совокупности двух статей 9 лет и 3 месяца зоны общего режима. Кстати, сегодня некоторые журналисты привнесли сумятицу и сообщили, что первый приговор Васильеву был будто бы 9 лет и 6 месяцев. Впрочем, сейчас это уже не имеет никакого значения. Прокуратуру, требовавшую в прениях сторон закатать пьяного автоубийцу на 13 лет, Мягкий вердикт Фемиды не устроил, и она подала апелляцию в областной суд, который 20 июля прошлого года решение Ленинского суда отменил по причине нарушения гласности. Мол, где журналистов на заседание не пускали без веской причины. Ну и направил дело обратно в Ленинский суд на новое рассмотрение. Такое решение областного суда опять-таки не удовлетворило прокуратуру, и она обжаловала его уже в кассационном порядке в Челябинске, где дислоцируется кассационный суд. Последнее решение областного суда признал неправильным, отменил его и направил дело обратно в Свердловский областной суд на рассмотрение апелляции повторно. И вот сегодня в этой судебной круговерке была-таки поставлена точка. Самого Владимира Васильева на заседание не привозили. Он участвовал в суде онлайн по телеку из Екатеринбургского Централа. Родители его на заседание не явились. Зато пришел Глеб Березкин, который по делу проходил как потерпевший, ибо сильно покалечился в том замесе, с которого все началось. Никаких сенсаций в позиции сторон не обнаружилось. Гособвинение требовало усиления наказания. Адвокаты подсудимого и сам Васильев просили коллегию судей убрать из обвинения состояние опьянения. Дескать, оно не доказано. А по изначальным бумагам Васильев вообще был трезв. Плюс еще исключить 166-ю статью угон. Дескать, его не было. Все случилось на добровольной основе. Ключи от киянки Фомин отдал сам. И вот, друзья, будьте любезны, барабанная дробь. Областной суд вычеркнул из обвинительного заключения статью автоугон за недоказанностью и по 264-й части 6-й УК выписал Владимиру Васильеву 8 лет 11 месяцев зоны общего режима. Автоубийца от такого умягчения кары даже расплакался. Сегодня же приговор вступил в законную силу. Но поставлена ли в деле точка, это пока вопрос. Смягчение приговора в апелляционной инстанции капец как не устроило ни прокуратуру, ни родственников двух человек, погибших в ДТП. Так что не исключено, что будет касатка опять в Челябе. Ну а пока Васильев продолжает сидеть в СИЗО, где ему день капает за полтора дня зоны общего режима. И на таком форсажике он чалится уже почти два с половиной года, с августа 19-го. И срок его отсидки уже неуклонно приближается к четырем годам. То есть даже если Васильев отплывет в зону сейчас, то уже через пару лет с небольшим сможет подать на УДО. Статья у него особо тяжкая, потому для условно досрочки Васильеву необходимо примерно без нарушений и косяков отсидеть две трети срока. То есть пять лет одиннадцать месяцев. Но это при условии, что не будет касатки и ужесточения наказания. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, переведя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут Ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова